Берем вот эти большие мышцы. Растежем. Одной рукой подаю, а другой рукой разминаю. Сильно видите? Одной подаём, другой разминаю. Почему именно в эту сторону? Потому что получается наше тело восьмёрку ходит. Такой танец получается. То есть мы сейчас заткнем через эту рукой и переносим корпус тела на эту сторону. И при этом сразу смотрите, не отрывая движение, что очень приятно. Я эту руку уже подаю ключевую, тряпециевидную мышцу, а тут кулаком её прожимаю. Видите? И ниже идём. То есть тут мы идём от центра к периферии. Запомнили движение ещё? Раз. Прошлись так же, как мы сделали вот эту разводку, да? Локциями. Только тут вместо второй руки добавляем параллельное движение дребешком вот этих косточек. И сразу же берём в захват его руку. Для чего? Чтобы раскрылась лопатка. Видите? Она приподнялась. Чтобы ещё выше приподнялась. А так можно перепустить руку. То есть тут выше должно быть. Ну всё индивидуально от этого. От подвижности самого человека, да? У кого-то лопатки и так отставлены в сторону, да? У кого-то широкие, у кого-то уже. Вот. Теперь работаем с вот этой зоной лопаточной. Значит, растёрли энергично, быстро плечо. Растёрли саму лопатку, как будто хотим её отпилить, отрезать, да? Прямо в неё туда врезаемся. Можно ещё вот эту часть, вот нижнюю часть ладони. Вот так вот, если человек мощный, да? Посильнее ему растереть. Далее переходим на локти. Опять вот эту вот спираль. Допускаем декомпрессионную выше, да? И прожимаем, продавливаем вот эту плечевую мышцу. Не забываем про неё. Ещё раз проходимся. Только уже шире под лопатку надавливаем. И вот тут вот несколько раз. Вот размяли. Уже видно вот это покраснение, да? Здоровое. Дальше можно точки пройти. Такой же вот вибрацией практически по периферии всей лопатки. То есть вот такой вот квадратик тут получается, да? Тут одна точка, на уголке одна. И вот тут вот несколько точек. Их на самом деле очень много. Все запоминать и не нужно, в принципе, да? Ну, просто это всё делаем для профилактики. Потому что тут ещё есть ряд точек, ещё ряд точек есть. Вот. Находим. Часто бывает вот отсюда. В полигонали мышцы идут вот сюда под лопатку. Они спальмированы. Но у тебя всё нормально. Всё хорошо, да? Если они спальмированы, они прям видны. Вот прям вот такой вот, как ладошка там внутри. Такая вот по толщине прям мышечная, да? Тогда её тоже с силой первым продавливаем и оттягиваем. От центра к периферии. Сейчас повторяю. От позвоночника туда под лопатку. Как будто мы стараемся её оторвать, отрезать. Прошлись, разогрелись хорошо, да? И ещё раз под лопатку. Если человек позволяет, да, ему поднять выше лопатку, то можно ещё выше руку загнуть. И так ещё больше раскрыть, да? Бывают такие случаи, что прямо пол ладони туда прям входит под лопатку. Это важно делать, потому что в нашем организме существуют так называемые карманы. Где слабо бывает кровообращение, но практически... Да мало того, что даже когда гимнастику делаем, вообще никто ничем не занимается. И там просто огромное застроенное явление. Поэтому здесь накапливаются всякие соли, шлаки, отложения. Надо это всё пробивать. Опять же, фасции бывают там скомпаны, смяты. Их тоже надо как бы разгладить. Фасции, знаете, что такое? Нет. Сейчас на доске покажу. Ну, грубо говоря, просто объясняется. Каждая группа мышц, да? Пучок, вот этот велиционно-образный или плоский, он как бы находится в таком пакетике. Мешочек. Да, в мешочек. Похоже. Белый, не белый? Это же такое? Да, белый. Ну, такой прозрающийся нос. Да, да, вот эти вот. Отплевали, прервали. Да, вот это называется. Это вот она же и есть фасция, да. Он как бы задержит мышцу. Да, да. Мышцы ружней, как в целлофонной пакетике. И когда у нас застойное явление, она берёт и скамкивается вот так вот, да. Соответственно, там идет излом, и проходит меньше питания, меньше крови. В общем, ну, просто застойное явление появляется. Поэтому нам надо их растянуть, разгладить. Когда мы делаем вот эти вот широкие движения все, вот это вот медленно делали, да, помните? Мы также растягивали вот эти фасции вот туда. Когда мы вот это делали движения медленно, мы также эти фасции, эту пленку растягивали, чтобы она распрямлялась, да. Как будто бы гладим внутри организмом. Получается, да. Вот. Если позволяет, то можно приподнять вот эту же кольку. плечо еще выше, да, чтобы вот тут проработать. То же самое, в принципе, делается и с передней части. К вам. Если вам лень, например, ходить вокруг человека, да, вы также можете ему приподнять с этой стороны, придерживая легко, да, обрабатывать одной рукой. Либо придерживать бедром, например, бедром придерживаете, да, и обрабатываете одну руку или обойми. То же самое, просто вот, в зависимости от удобства, вы можете маневрировать стороной тела человека. Так. Еще можно приподнять руку под мишкой, вот так вот. Подняли, да? Лопатка, видите, уже свободная. Мужили, можно вот так вот пролететь. Ну, тут единственное, что вот я беру руку на бицепс, да. У женщины, наверное, так не получится все. Клечо тяжелое. Вот прям 20 у тебя. Клечо. Так, ну что, давайте попробуем.